Всем привет! Продолжаем знакомиться с новинками будущего обновления в игре SnowRunner и на очереди у нас еще порция новых улучшений для автомобилей. Как вы уже поняли, я нахожусь на ПТС-10.3 и отправлюсь в путь вот на этом грузовичке MTVR-MK23. Хороший грузовичок, с хорошей проходимостью и самое главное у него есть модуль с огромным количеством деталей для ремонта и топливным баком на 1400 литров. А это очень важно, потому что нужно будет перебраться на вторую карту, которую мы уже ранее на стриме открывали, но теперь придется заново, судя по всему, открывать и уже проехать сразу за улучшениями. В одном из видео я уже использовал этот грузовик и меня спрашивают, что это за мод. Ссылку на этот мод вы найдете в описании к этому видео. Еще пару слов про этот грузовик. Сам мод сделан классно. Детализация отменная внешнего вида. В кабине у него тоже очень классно. И при этом проходимость у него хорошая. Не говоря о том, какой у него есть функционал. Также есть еще две разновидности этого грузовика. Один как тягач, а другой просто как вездеход. Как вы видите, идет хорошо, положим по грязи. Отличный грузовик. Рекомендую тем, кто открывает карты, потому что у него на самом деле очень хороший запас ремонтных частей и топлива. Это очень помогает при перемещении на большие расстояния. Вы можете починиться и заправиться в случае, когда будете находиться вдали от благ цивилизации. Ищем, ищем наше улучшение. Находится оно вот здесь. Спрятался такой закамушек. И улучшение у нас. ЛАЗ-6ТА240 двигатель для КРС-58 Бандит, ТУЗ-16 Актион, СтЭП-310Е, ЗКЗ-5368. На карте это улучшение находится здесь, недалеко от железнодорожной станции. Ну, а мы продолжаем путь дальше. На пик Биг Салман. Друзья, ну так и получается, что придется начинать с самого начала. Ну, благо здесь места, как говорится, знакомые. Тем более, что тут рядышком гараж есть. До гаража, как говорится, рукой подать. Вот он. На самом деле, на стриме мы уже открыли всю карту. Там поручения открывали все. Ну, вот как-то так. Обновление 10.3 на ПТС пришло. И у нас здесь все заново придется начинать. Но это все мелочи. Все, гараж открыт. И теперь, в случае чего, я могу эвакуироваться, подзаправиться, починиться и так далее. Вот такие дороги здесь на этой карте. Одни серпантины, выступы, уступы, скалы, снег, грязь. Зато вид какой. Но нам немного еще. И мы доберемся до одного из улучшений на этой карте. Она самая ближняя, до карты. От гаража. И вот оно. Найдено улучшение. Активная подвеска. Смотрим список. Доступно для коллаба. 74-760. На карте это место находится вот здесь. Недалеко от гаража. И опять по рельсам. На этой карте, наверное, видимо, самый такой вот, самый часто используемый способ сокращения пути будут рельсы. Видимо, это тут на самом деле будет фишка карты. Друзья, а вы что думаете по этому поводу? А вот и грузовик, который здесь находится. Но он нам здесь пока не нужен. А вот еще одно улучшение, которое находится, наверное, очень далеко. Ну и, наверное, самое дальнее на этой карте гаража. И надо было, наверное, через ту лужу проехать. Но мой грузовичок протиснется между деревьев. А мы сейчас посмотрим, что же у нас тут за улучшение. Широкого назначения. Хорошо. Для чего у нас широкого назначения? Вот коробка передач для двух коллабов. На карте это улучшение находится вот здесь. И вот последнее, известное на сегодня для меня улучшение. И это у нас активная подвеска для АНК МК-38. На карте это место находится вот здесь, между двумя вышками. Ну, в принципе, недалеко от гаража. Таким образом, на данный момент мы собрали еще четыре улучшения к тем двум, которые я нашел до этого. Надеюсь, моя информация была полезной. И на этом все. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok